всем привет привет собираюсь в магазин это продолжение этого вчерашнего видео в общем я вам договорила и сейчас от собираюсь быстренько съездить магазин магазин я поеду с игрушками в игрушечный магазин потому что детский или как детский мир как по-русски сказать потому что у моей подружки сыночка младшего будет день рождения нужно купить какой-то подарочек я уже смотрела в интернете что-то не могу никак определиться какое там чего но поеду в большой магазин возьму вас с собой выберу подарок и потом после этого нужно будет мне еще подкупиться немножко но естественно как всегда беру вас с собой саша у меня на работе давид в садик ой давид в школе и рома в садике я одна ричи улетел наверх сидит там попросился чтобы его выпустил но и выпустил он улетел наверх у него там жердочка стоит я уже показывала вам как-то наш фанере и он в общем полетел там спит и вот так вот в общем все поехали на улицу у нас погодка пасмурная такая но ветра нет это радует так что погнали беру вас с собой собралась ехать магазин а не посмотрела что мне нужно хлеб нужен воды можно подкупить фруктов надо взять фрукты стрите у нас все все что осталось у нас обычно всегда тут две эти вот она вторая под низом стоит как вазочки в общем с фруктами фрукты у нас должны быть всегда и много вот так вот все в общем едем магазин фрукты воду молоко есть хлеб хлеб что-то этот цветочек нормально что-то начал не знаю что с ним происходит столь просится чтобы его выкинула был такой красивый большой весь позавел его вот убрала листья посоветуйте что с ним сделать все еще погодка конечно так прохладник мой но и ветерок есть а с виду не скажешь с балкона смотришь кстати я так и ввожу с собой эти половички с ванной из старый со спальни так и не выкинула у меня постоянно блин этот как сказать есть в общем привезу сюда вещи они со мной катаются потом что приехала я вот в этот магазин мы идем с вами тут рядом вот этот адлер там еще какой-то в общем ну идем туда смотрю по ситуации буду снимать нет как там можно нельзя получится снимать нет потому что многие девочки пишут снимай внутри мы ждали что ты будешь магазине прям снимать нам девчонки пацаны такое не пишут девчонки я по возможности снимаю потому что ну как бы у нас здесь нельзя да в германии нельзя снимать в магазине поэтому не снимаю если есть возможность то снимаю вот так так что не обижайтесь все едем 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 там вот а там магазин уже в адлер прямо если проходишь вход а и всякие самокаты такое пойдемте быстренько пройдемся так там машины поечка всякое такое в общем пока что я не вижу такого ничего что нам велосипеда в о велосипеды сколько такой велосипед стоит 150 150 вот этот зелененький 150 на не все примерно 170 мимо разные в общем ребенку два года я не знаю на воду можно подарить будем смотреть кучки какая милота как я это обожаю как я это все обожаю 130 или 150 нам уже этого не надо ну может кто кому интересно смотрите какая прелесть все сколько она стоит это прелесть не стоит цена здесь качается нам с этим а вот 120 и растут вот тут коечки тоже смотреть цены стоят да сразу красиво ходунки смотрите какие ходунки сто ой так ребенок не захочет ходить в таких ходунках будет играться только хотя это не ходунки это просто так его развлекать по моему хотя нет тоже ходунки тоже для девочки такие ну все пойдем дальше давайте по коляскам пройдемся мне интересно сколько сейчас коляски стоят три в одном смотрите 650 такая вот с люлькой видимо детская а вот она смотрите это чё за космические цены вообще вот киндерзит получать детское сиденье вот это вот люлька и вот эта вот штука получается 750 евро это 750 вот это вот да космос они цены конечно посмотришь на цены и ребенка не захочешь да откуда такие деньги брать да так ну здесь уже что-то можно здесь лего дупла для деток вот это вот хотя ему наверно тоже рановато нет плюс два стоит смотрите с двух лет посмотрим сейчас что-нибудь что-нибудь выберем смотрите какая прелесть я бы за такую кухню не знаю я бы умерла но отчасти если бы у меня такая кухня в детстве была сто двадцать евро вот смотрите с микроволновкой совсем сколько она стоит стоя да для девочек девочки в рай тут смотрите что что только метод вот это не нет волшебные да а тут кто а тут кто смотрите сколько они стоят тридцать сорок евро 45 евро подушки вот эти детские с мультиков видимо да Девочек я не знаю. Левчачие мы не смотрим, поэтому не знаю. Видимо, с мультиком. Так, мы пошли дальше. Так, ну что, купила я подарочек. Показывать я вам его не буду. Извините. Покажу потом, когда будем дарить. Потому что... Потому что не хочу, чтобы прежде временно увидели они. Потому что они смотрят меня, да? Поэтому не буду показывать. Купила и Ромке там кое-что. Ну как Ромке не купить, скажите. В общем, Малюську Ромке купила. И купила Сашульке подарочек. Сейчас я хочу поехать, знаете, куда? В Кауфлант. Нет, подождите, а как я выйду? Я выйду здесь? В Кауфлант. Подождите. Я что-то не в курсе. Ага, если я вернусь, да, я выйду. Я заеду... Сейчас посмотрю по времени. Блин. Ну ладно, я успею. Я в русский хочу в магазинчик там заехать. В Бендорфе. В Бендорф поедем. В русский магазинчик заеду. И заеду, может быть, в Кауфлант. Посмотрим по времени там, да? Ну, в русский магазинчик заеду сначала. Возьму сыр вовсе. И еще кое-чего там. Ну, мяско какого-нибудь, колбаски нужно. Вот так. Так что едем с вами в Бендорф. Цены, я вам скажу. Блин, я уже устала это повторять, правда. Ну, что-то я не знаю. Ну, чтобы выбрать подарочек, блин, надо такую сумму это отвалить. Ну, ладно. Один раз живем. Не будем и грустно, мы будем веселиться. Вот так. Настроение немножко приподнялось. Люди все такие позитивные ходят. Детки кричат. И я это хочу, то хочу в магазине. Давно и не была в таких детских магазинах. Что-то последнее время все. Последние, я не знаю, года два, наверное. Хотя, может, я забегала как-то. Но нет, уже давно не была. Ну, и, в общем, давно не была в таких больших магазинах детских. Все как-то онлайн, онлайн. Ну, это так смотришь. Такая красота, такая милота. Оно столько стоит. Ну, это какая-то подушка, я вам там показывала, да? Ну, детские вот эти из мультиков, видимо. Или что? По 44 уйра. Офигеть можно. Куда такие цены, блин? Подушка, блин. Ей красная цена 10 уйра. Вообще офигеть. Ну, ладно. А вот так с детьми придешь и не уйдешь же оттуда. Они скажут, давай покупай, блин. Будут орать. Придется купить такую подушку, например, или еще что-то, да? Детьми лучше в такие магазины не ходить. Это такой стресс. Мы раньше с Давидом ходили, да? Саша, Давид и, в общем, и я. Когда Ромки у нас еще не было, мы частенько ходили в него. Вот тогда было еще другое название, то есть он назывался ТОЭС. И мы часто туда ходили. И, в общем, Сашу оттуда вытащить невозможно было. Так же, как и Давида. В общем, они вдвоем. Там какие-нибудь пулеметы, автоматы. Я не знаю, Давид у нас еще был маленький, беби еще в коляске лежал. А Саша ему уже покупал вертолеты на пульту какие-то, автоматы там супер перезаряжающиеся какие-то. Я говорю, такое ощущение, как будто ты ребенок, а не он. Я говорю, ты не доиграл, видимо, сейчас. Чего он только ему не покупал? Какие такие? Я говорю, Саш, ну ему еще рано это. Я говорю, это лет в 16 надо. Он говорит, да не, он же быстро растет. Все подряд покупал. Он для себя это, в общем, покупал. Не для Ромки, а для себя. Вот так вот. Все, увидимся с вами уже там. Приехала я. Вот обычный вот этот магазинчик. Сейчас все куплю, покажу вам. Вот так вот. Рубка вкусная всякая. Сейчас я быстренько забегу в полфланг, возьму все необходимое и уже потом подъем домой. Дома вам все покажу. Так, ну я вышла уже с магазина, закупилась. Вот она, моя закупочка. Все, вам сейчас слаживаю все и едем домой. А дома вам все покажу. Бежала купить в Лидл здесь кофе. Захотела кофе себе. Вернее, лата макиято. Одну ойру всего стоит. Кстати, девочки, мальчики, в Лидле вкусно очень. Пила себе лата макиято. Едем домой. Кстати, я не знаю. Очень вкусно. Мне нравится. И недорого. По сравнению со всеми. Одну ойру всего стоит кофе. Вернее, в автомате. Все, поехали в Ланштайн. Домой приедем. Все покажу, расскажу, что почем. Приедем о заправке. Скажу вам, сколько стоит у нас. 2,2 дизель стоит супер 1,94. Сейчас еще следующая заправка будет рядом. Сейчас посмотрим, сколько там стоит. Обычно в основном всегда у них одинаковая цена. Но бывает, что отличается. Дизель 2,2 ира 2 цента. И супер 1,93. И супер плюс 2,2. 2,2 ира 2 цента стоит. Вот такие цены. Как бы сейчас еще это, да? Утро. Ну, не утро. Может, сколько обед? У первого. Обычно к вечеру дешевеет. Но я последний раз заправилась. Полный бак заправила. У меня еще есть. Так что мне не надо. Вот так вот. Бывает, цены меняются. Прям на глазах. Я когда заправлялась, я заправилась. Помните? Вместе с вами мы заправлялись. Это был по 2 ира я заправила дизель. И потом, получается, вечером я поехала закупаться. Ехала. Ну, часов это было, наверное, к 6. Начала. Вернее, проезжала мимо заправки. Стоил 1,99 дизель наш. А потом, получается, назад еду. Уже стоит 2 ира и 1 цент. Вот, только закупилась и назад еду. И сразу уже поменялась. Чем быстро меняют цены. Так вот. Так что. Не угонишься. Если видишь, где-то чуть-чуть подешевле, надо сразу заправляться. И все. Не ждать, когда еще будет дешевле. А то там не угадаешь. Может быть, еще и дороже будет. Ну, так вот. Все. Приедем домой. Там подключились. Ну что, начинаем. Все, что я купила. Это я купила вот такое яйцо. Смотрите. Там такие на липучках всякие динозаврики. Какие-то эти штуки. Это все для Ромы. Стоила она 6 с копейками. Что я купила в русском магазине? Сейчас я вам скажу. Этой. А, вот это яйцо стоило 6,99. Вот у меня чек тут лежит. Все. Подарок быстренько спрятала наверх. Пока меня с Ромкой не видит. А то, я не знаю, все дети, наверное, такие. Я сама любопытная. Захочет увидеть, захочет. Я хочу и все. И потом не отмажешься никак. В общем, купила колбасный сыр вот такой. Саша любит у меня. Вот этот. Здесь 705 грамм. 7 ойра он стоит. Вот такая палочка. Дальше идем. Купила вот такую вот шалом из индейки называется. С мяса индюшки, курочки и говядины. Стоила она 4,69. Здесь цена стоит. Вот такая вот колбаска палочка взяла. Потом дальше что взяла. Взяла вот такую вот селедочку. Последний раз, когда была в Микс Марксе, я брала. Там такое вкусное понравилось. Малосольное, классное. Это не знаю. Но фирма та же. Я думаю, должна быть тоже вкусная. Даже Саша зашла. С удовольствием поел. Стоила она 2,49. Здесь написаны цены. Потом взяла творог. Одинаковый? Да, одинаковый. 1,59 стоит. Вот две штучки вот такие взяла. Потом что еще взяла? Давай. Давай. Как раз сказал, вот такие от Латвы, забава, вот такие. 4,36 они стоят. Здесь цена стоит. 4,46. Дальше идем. Потом взяла вот эти вот крабовые палочки. Вот такие. Они мне больше всего нравятся. Последний раз брала в Микс Марксе, мне вообще не понравились, которые в холодильнике лежат. Ну, Микс Марксе тоже есть такие. Они вот хорошие. От другой фирмы мне вообще не понравились. А вот эти вот самые более-менее, которые мне нравятся. Они сколько стоят? Здесь цена не стоит. И чек мне не положили, да? Ну, ладно. В общем, не знаю точно, сколько стоит. Около 2,5, может, даже дороже, чем 2,5. Ладно. И остальное все это мои вот эти вот цирки, собственно, зачем я ездила. Мы с Сашей на них подсели, что они не в глазури, не в шоколаде, а именно в карамели. К карамелью творожки вот такие, что нам нравятся. Я ездила 15 штук. Вот. Сейчас вам показать, чтобы не рассыпать. Там 15 штук. Так. Дальше идем. Это все, что я купила в русском магазине. Идем дальше. Так. Это мой кошелечек. Купила в Кауфландии. Две пиццы вот такие. Они были сейчас со скидкой 2,44, по-моему, или 2,49. Вот такие две взяла. Потом, что еще взяла? Палочки вот такие в турецком отделе в Кауфландии по 99 центов с сезамом, с кунжутными семечками. Пацаны любят. Взяла. Потом взяла красошечку 3,49. Вот такая разваривающая, которая здесь. 2,5 килограмма. 3,49. Картошка. Дальше идем. Взяла. Попала сегодня на такую скидку. Взяла свинину. Свинину сегодня буду жарить по ценам. Пацаны едят иногда. Вот такие вот. 50% скидка была. 1,84 стоит. Вот такая вот свининка. Там получается на кости стейк. Такие. Вот. Как вам показать? О, смотрите. Видите? 50% скидка. Она получается 1,59. А здесь 1,84. Ну, по граммам, да, зависит, что это такое. Две штуки взяла. Сегодня пожарю им. Или сегодня я еще не решила. В общем. Или пиццу я сейчас им пожарю. Если мне время уже не остается, тогда я им сейчас пиццу пожарю. А на завтра или вечером сделаю, или завтра сделаю уже мясо. Вот такие две взяла. И еще к этому же я взяла еще мясо. Но я вам покажу. Вот позже. Потом взяла вот такие рисовые вакли. Иногда хочется что-нибудь, чтобы хлеб не есть. Такое буду есть. Не помню, почему они были. Так, дальше идем. Вот такую лапшичку взяла. Пусть будет. Когда суп сваришь, она как домашняя вкусная вот эта лапша. Потом взяла 4 простых булочки. Вот такие по 17 центов, по-моему. Также. Вот такую голубику. Здесь получается 750 грамм за 5 ойро. Большая. 5 ойро 750 грамм. Это недорого. Но я посмотрела, вроде ничего. У нас Ричи любит. Ромка с удовольствием чашечки насыпает себе и ест, сидит. Мы иногда с Сашей тоже чаек. Да, ведь не ест. У нас вообще такое ничего. Хлеб ойро 59. Порезала. Свежий он, горяченький еще. Ну, такой не горячий, теплый. Пасон. Взяла вот такие вот ребра. Смотрите. 8 с копейками. 8,53 она стоит. Вот такая вот здесь получается 1,8 кг. Ну, я сегодня, ну, говорю же, вот с этим хочу вместе с луком обжарить. Вот такое вот сделать. Вот эти вот ребра и вот это мясо. Ну, потому что, как бы на ребрышках, да, там сильно много мяса нету. Поэтому я взяла, сначала вот это взяла, потом пошла и взяла вот эти, думаю, ну, вместе пожарю, чтобы пацанам покушать было что-то. Вот так вот. Я свинейку не очень, поэтому пацаны будут есть. Потом дальше. Сегодня еще мне попался фарш со скидкой 50%. Так, 5 ойра стоит 500 грамм. А я купила за 2,49 50% скидка говяжий фарш. Смотрите, смотрите, тут-то есть. Вот стоит 50% скидка. Я купила 2 штучки. Я думаю, почему бы не взять? Ну, сейчас думаю, там уже сомневалась. Думаю, может больше взять, в морозилку просто закинуть, чего ему будет, да? Потом думаю, да ладно, не буду. Ну, и в общем, за 2,49 500 грамм получать 50% скидка. 5 ойра, да, вот этих килограмм фарша говяжьего. Так, дальше что? Купила курочку суповую вот такую. А, это петух, по-моему, даже. Да, это петух суповой. Этот петух 2, ой, 1,2 кг здесь стоит. 2,49 в Кауфландии. Потом, что еще взяла? Морковь килограмм взяла. Ну, морковь я не посмотрела, почем. Сейчас, я могу взглянуть. Вот, дошла до чека. Чек нашла тут. И морковь. А, вот, мерненький. А, вот, мерненький, равно килограмм. Ой, 59 мокровь. Морковь. Потом, 2,99 слива в килограмм. Потом, что еще взяла? Вот, я взяла шпротный паштет. С яичками буду кушать. Вот так вот. Все. Это все мои закупки. Закупилась я в Кауфландии на 43,38. Вот она. Ценовите. Все. Сейчас я вам так покажу. Сколько тут чего, вы не видите. А то... Секунду. Ой, все падает. Секундочку. Ну, вот, вся моя закупочка. Вот такая вот. У меня тут на столе стоит. Покажу вам, смотрите. Оборудование. Вот так вот. Такая вот закупка. Все. Я кофе попила, так что чай не буду пить. Хотела сначала, думаю, кофе попью. Сейчас все разберу по местам. Ну, и, в принципе, у нас уже час. Хотя можно было бы по-быстрому картошку поставить, сварить. И ребра. Не знаю, сейчас поставить или на завтра это оставить. Сегодня сделать. Ну, и сегодня сделаю, наверное, пиццу им, чтобы не спешить. А, на завтра оставлю мяско. Сделаю на завтра. Так, ну, и еще, если у кого-то есть вопросы, давайте возобновим нашу старую традицию. Кто у меня новенький, кто не знает. Мы раньше играли в такое... Как играли? Ну, вопрос-ответ у нас был. В общем, что вас интересует, вы можете в комментариях задавать вопросы. Но в пределах, конечно, разумного. И не надо там перегибать палки. А я с удовольствием буду отвечать в видео. Буду вставлять ваши комментарии. И с удовольствием буду на это отвечать. Все. На этом мы с вами на сегодня попрощаемся. Удачи всем. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить лайк. Всех люблю. Всех целую. Не болейте. Самое главное, до следующего видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!